Итак, друзья, всем тёплый-тёплый привет с прекрасного рождественского дождливого Таллина. Мы, Юрий и Марина Курвиц, приветствуем вас из Талина, из Эстонии. И у нас сегодня тема-трансляция, которую мы назвали, так немножко с Юрией чуть иронично, секретный секрет математического образования Эстонии. Начнём сначала с того, почему мы с Юрией решили назвать эфир, вот так забавно, как я сказала, иронично, секретный секрет, его ещё можно было назвать как успешный успех. Такое ироничное название мы выбрали, потому что нам, безусловно, всем очень хочется получить какую-то такую волшебную таблетку, но мы можем быть разочарованы, если нам рецепт этой волшебной таблетки начнут перечислять, состав этой волшебной таблетки начнут перечислять, потому что, скорее всего, те вещи, которые мы с вами будем сегодня перечислять, некоторые могут быть, ну, такими новыми, интересными, а некоторые могут быть такие, о которых все уже слышали, и более того, это уже даже настолько заезжено, что думаешь, да, как бы, неинтересно, да, ничего нового, как бы, и что, и это? Правда? Вы шутите? Но дело в том, что многие вещи заезжены на слуху, ещё больше они заезжены у нас, конечно, наверное, на бумаге, и легко написать на бумаге, труднее гораздо реализовать это на практике. И вот те моменты, которые мы сегодня будем перечислять, как мне кажется, мы движемся в ту сторону, когда написанное красивым, таким хорошим языком, наконец-то начинает реализовываться и на деле, а не просто остаётся красивыми словами и красивым текстом. В этом отношении, мне кажется, наши северные соседи финны сделали, наверное, ещё больший шаг, потому что если они и говорят, например, я не знаю, допустим, о личностно-ориентированном подходе, они о нём не говорят, они его реализовали. Но согласитесь, если сейчас поехать на конференцию с названием «Как Юрий и Марина Куровиц реализуют личностно-ориентированный подход», наверное, к тебе на выступление никто и не придёт, скажет, «Господи, Боже мой, личностно-ориентированный подход!» Ещё в 1975 году об этом писали, уже столько статей и публикаций, я не знаю, Выгодский, наверное, уже писал об этом, как бы неинтересно. Давайте нам что-нибудь новенькое, реально действующее. А вот дело в том, что то, что реально действует, вот оно и было уже описано давно, и наша задача заключается только в том, чтобы это наконец-таки реализовать. И проблемы у нас случаются тогда, когда мы пытаемся это реализовать и открываем для себя, что оказывается это совсем не так-то и просто сделать. Вот поэтому такое название «Секретный секрет», «Успешный успех». Но всё-таки я надеюсь, что Вы со своими коллеги-инсайтами с сегодняшнего нашего эфира непременно уйдёте. Ты сейчас хочешь что-то сказать? Пиза. Я не знаю, насколько Вы, коллеги, вообще с Пизой ознакомлены. Пиза уже не первый раз проходит. И последняя Пиза была в 2018 году, и в фокусе была математика. Но математика не в таком совсем традиционном варианте может быть, а в варианте всё-таки, как применять знания, соответствующие в каком-то контексте. То есть, в принципе, там задача на применение, можно сказать, очень часто используется. Если говорить вообще про Пиза и про математику в Пиза, то, наверное, проще всего объяснить это так, что эта математика в Пиза, она можно поделить на три части. В Пиза вообще, эти задания, которые в Пиза, они, половина из них связаны с реальным контекстом жизни, и 25% это связано с таким математическим процессом, как формулирование. То есть, формулирование означает, если вкратце объяснить, но вот кто был у меня на вебинаре, скажем, летом, там я очень подробно об этом объяснял, формулирование это процесс, когда ты видишь какую-то ситуацию из реальной жизни, и ты её описываешь с помощью математики. Например, берёшь и составляешь систему уравнений, или какую-то функцию, или всё, что угодно на самом деле. Вот ты строишь математическую модель тому, которая соответствует практической ситуации. Это первый математический процесс. И очень часто, вот Марина говорила, что в принципе ничего нового мы в Эстонии не делаем, но что мы точно пытаемся сделать сейчас, это то, что мы попытаемся понять, как же технологии влияют на то, как дети занимаются математикой в школе. Потому что если мы берём тот же самый GeoGebra, или Desmos, или Wolfram Alpha, или Photomath, мы в принципе можем любое уравнение решить, интеграл найти, график функции начертить за секунды, в принципе. И теперь возникает вопрос, всё вот это, что связано с ИКТ, это просто заменитель бумаги, то есть мы делаем то же самое, что мы делали раньше на бумаге, но теперь более быстро, эффективно, или это что-то другое? Или нам эти очень мощные инструменты дают возможность заниматься математикой так, как раньше не было возможно заниматься? Поэтому, когда мы говорим о первом процессе математическом, как формулирование, то нельзя забывать, что многие вещи теперь делаются с помощью ИКТ, то, что раньше не было возможно. И это не только GeoGebra или Desmos, а это может быть спокойно, и то же самое таблица Excel, и тому подобное. То есть здесь весь спектр можно использовать. Ну что, если мы говорим, я повторюсь, если мы говорим о PISA, то PISA всё-таки это нетрадиционная задача по математике, и эти задачи разделены на три части. Задачи, как я сказал, которые соответствуют разным процессам математическим. И первое, это формулирование, то есть вы строите модель, вы берёте ситуацию из жизни и её описываете с помощью математики. Это может быть и уравнение, как я сказал, система, это всё, что угодно может быть. А может быть какая-то модель на компьютере. И модель, она может быть тоже, геометрическая модель, какие-то, всё, что угодно, там с ползунками, например, в GeoGebra, какая-то модель, так что, это всё, что угодно может быть. Ну вот, и в ПИЗе 25% задач, они вот связаны с формулированием. И формулирование, это всегда контекст. И там разные контексты, по-моему, четыре разных сферы контекстов есть. Ну, я думаю, про это не смысл нам рассказывать долго. Второй математический процесс, он самый любимый учителями. Потому что это, именно вот это решение, математические методы используются для решения какой-то проблемы, которая уже на математическом языке у нас записана. То есть, например, у нас есть система уравнений, вот мы её решаем, там, методом подстановки, или как-то по-другому, графически, и получаем, например, x равен к 3, а y равен к 7. Вот это, вот это получается у нас второй математический процесс. И он, как бы, более самый привычный для учителей математики. И, как понимаете, мы большинство времени на уроке математики посвящаем именно второму процессу. Второй процесс, это то есть решение задач привычной для нас. И PISA посвящает 50% заданий этому второму процессу. Для меня это чуть-чуть странно, потому что я бы сам логически подумал, что если 3 процесса, то они все важны, одинаково, и я бы разделил их 33, 33, 33. А вот PISA так сделано. То есть 50% это такие знакомые задачи, ну, как знакомые, там же они разного уровня, как очень простые, так и очень сложные есть PISA. Но, скажем так, они вот такие стандартные, может быть, задания, без контекста. и причем, опять же таки, ИКТ, роль ИКТ очень сильно подчеркивается и в этом процессе. То есть, подчеркивается, что для решения какой-то математической проблемы, задачи, можно использовать ИКТ. Ну что, это был второй процесс. А третий процесс, математический, это интерпретирование результата. И ему посвящается где-то 25% задач в тесте PISA. То есть, есть какая-то задача с контекстом, сделана модель, найдено решение этой модели, там, скажем, ИКТ, 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 и тебе нужно понять, ну, интерпретировать результат, что такое ИКТ, 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 и равно 7, что такое, цена килограмма бананов или яблок, и так далее. То есть, ну, я, конечно, очень просто объясняю, но я думаю, вам зато очень и хорошо и понятно. Смысл понятно, ага. То есть, три процесса и 25% формулирования, 50% решения и 25% интерпретирования результатов. Мы в Эстонии сейчас двигаемся тоже в сторону Э-тестов в 9-м классе и в 12-м классе. И я не знаю, конечно, какие планы конкретно у министерства пропадут ли простой государственный экзамен по математике в ближайшее время, пропадет ли бумажный вариант экзамена в 9-м классе по математике. На этот вопрос я не могу еще ответить. Но все кажется, что к этому все идет, скорее всего. Ну, по режиму видим. Но то, что Э-тесты будут, электронные тесты, точнее, в конце 9-го и конце 12-го класса, это точно. электронные тесты. Но и цель этих тестов сейчас у нас в Эстонии не контролировать детей, школу и тому подобное. А в принципе они дают обратную связь ученикам, в чем он силен, в чем он не силен, что нужно подтянуть, на что нужно обратить внимание. Особенно актуально это в 9-м классе, когда еще в гимназии те же впереди. Но в принципе в 12-м классе тоже это было бы совсем неплохо. но это уже совсем другой эфир будет и совсем другая тема. Но что я хочу сказать, если мы будем говорить, проведем параллель ПИЗа и электронные тесты в истории по математике, то модель очень даже похожая. В электронных тестах по математике те же самые процессы заложены. Модель такая же, очень похожая. Она, конечно, чуть-чуть измененная, но, грубо говоря, в Эй-тесте по математике в Эстонии те же самые процессы формулирования, решения и интерпретирования. Только та разница, что этих заданий их равное количество. То есть 33% одного, 33% второго и 33% третьего. Вот что мы делаем сейчас в Эстонии. И самое главное, что мы делаем, так как это электронный тест, мы думаем о том, почему мы делаем электронный тест, во-первых, зачем он электронный, почему не на бумаге, зачем нужно столько денег вкладывать в то, чтобы эту инфосистему развивать. Это же совсем недешево на самом деле. Легче, может быть, бумагу печатать было дальше. Зачем мы это делаем электронно, в чем этом смысл? Не только, это на самом деле вопрос, это не только в принципе же, чтобы было удобно, может быть, данные собирать, да, это тоже не единственный на самом деле, не единственная причина. Очень важная причина еще в том, что мы живем настолько интересным в мире, в технологическом, что технологии так быстро развиваются, и мы задаем вопрос про себе, а как технологии влияют на преподавание математики и вообще занятия математикой в школе. Мы пытаемся, в принципе, с помощью этого теста на этот вопрос ответить, потому что учителям тоже в школе тяжело понять, а зачем мне нужна геогебра? Просто, чтобы нарисовать график квадратичной функции и узнать нули функции по графику, то есть я просто выигрываю там 7 минут времени, ну это тоже неплохо, конечно. Кто-то из учителей наоборот считает, что вот на бумаге начертить, вот это трудно, а там в компьютере это легко, поэтому они тоже не будут брать эту геогебру, потому что на бумаге это серьезно, а там как будто бы странно, как будто бы и не умеешь сам делать это. Ну вот, в принципе, в принципе, мы сейчас задаемся тем, что как эти мощные инструменты, как Геогебра, там Десмос, то же самое Google Spreadsheets, например, Google таблицы, например, как Вольфформ Альфа, Фотомаст, как это все, как это влияет на преподавание математики, потому что мне нравится то, как говорил Фуллан, Майкл Фуллан, который описывает новый концепт новой педагогики, что каждый новый мощный инструмент должен, как бы, новый способ мышления порождать. То есть, мы берем Десмос, то же самое, и не просто задачи, которые у нас были в бумаге, перекладываем Десмос, решаем. Нет, мы должны создать новый способ мышления, то есть, мы должны начать делать с учениками что-то принципиально новое, наши ученики должны делать что-то принципиально новое, это очень важно. Вот, вкратце, о процессах в ПИЗе, результаты представляются так, что средний балл ставится на 500, и 2,3 учеников должны получаться между 400 и 600 баллами. То есть, 2,3 учеников это от 400 до 600 баллов, а средний это 500. Вот так эта шкала делается. И, в принципе, 6 уровней у детей вообще на самом деле. То есть, дети, может, делятся на 6 уровней. У меня где-то есть файл, сейчас тоже скажу вам. Сейчас. Let's be the file. О, сейчас. Я возьму компьютер себе на руку, она будет удобнее вам говорить и выслушайте мне. Я получается первый уровень это до 358 баллов. Да. Второй уровень до 420, третий 482, а вот четвертый уже 545. Пятый уровень 607, и вот шестой уровень это 669 и дальше. Вот, чтобы вы представляете шкалу, то есть, на 6 уровней вообще получается это результат, да, красиво, вот это вот. А, достижений, как бы. Да. 6 уровней достижения, результатов. Да. Ну что, и в ПИЗа были задачи как с помощью компьютера проверяющегося, так и вручную проверяющегося. И наш электронный тест, который мы сейчас сделаем, то же самое. У нас треть заданий, которые проверяет компьютер, а две трети заданий проверяет человек, потому что но системы пока еще не настолько умные. Если вам интересно, вот там вопросы. Интересный вопрос. Да. Юрий, для учеников есть возможность увидеть, попробовать демо-версии таких тестов? Да. Мы вчера кто-то говорили с людьми из нашего инновой, которые занимаются разработкой таких тестов, что мы сейчас же сами тестируем только. У нас ничего готового же нету, в принципе, ну, чтобы показать миру, оба, вот все готово. Мы сейчас тестируем, у нас сейчас второй тест был, в русских школах будет у нас в Эстонии в январе тест, сейчас эти тексты переводятся на русский, и в январе будет тест в русскоязычных школах в Эстонии, будет возможность некоторым школам попробовать решить эти черновики, варианты этих заданий, но вообще, в принципе, к концу следующего года будет более или менее готовая концепция, более-менее готовая концепция, и мы планируем создать, это очень важно, создать такие, как бы, пробные демо-версии, потому что это и для учеников важно, правильно, и для учеников важно попробовать себя, иначе у тебя, получается, тестирование идет, и ты, как бы, в первую жизнь не видишь такого типа задания, и вообще, эту систему, так что, чтобы этого избежать, но с другой стороны, например, этот тест в основном в школе, он не проверяющий, в том смысле, что он не контролирующий, он, в принципе, такой, формативный, как это по-русски, да, он такой, дающий, формирующий обратную связь, формирующий обратную связь, то есть, его логика совсем другая, на самом деле, не проверять, и там не будет такого результата, как в ПИЗе, например, ваша страна получила средний балл, там 544 балла, это средний результат 544, мы не даем средних баллов, мы даем визуальную обратную связь, и содержательную, в чем ты силен, в чем ты мог бы быть сильный, вот если вот это подтянешь, и так далее, так что, совсем другая логика, да, коллеги, ну что, опять что-то мы опять о нашем тесте, о ПИЗе, давайте вернемся к ПИЗе, кстати, я подумала, что с этой точки зрения, вот ты сейчас сказал, что в принципе этот тест дает формирующую обратную связь, с этой точки зрения можно даже и демо какие-то тесты и не проделывать, потому что ты в реальной ситуации можешь сам себя протестировать, ты сталкиваешься с задачей, которую ты раньше не решал, это тоже показывает уровень твоего умения справляться с этим, вот так, как оно есть, в принципе, мы к этому и готовимся, и к вам даже интересно потестить себя тому, что ты раньше еще не делал. Ну что, давайте дальше, наверное, вкратце, наверное, поняли, что тестирует все-таки ПИЗа, да, в этот раз была фокус именно математика, они говорят даже не математика, mathematical literacy по-английски, грамотность, грамотность, да, или компетенция, ну, как по-русски перевести, я даже не знаю, это то есть не математика, а именно literacy, это больше как грамотность, да, математическая грамотность, скажем так, и вот она у них просматривается через призму этих трех математических процессов. Я думаю, коллеги, учителя математики, одно, что вы должны, наверное, запомнить, было бы полезно запомнить вам, и начните просматривать свои уроки через призму вот этой модели трех процессов. Как много вы посвящаете времени для решения задач, а как много вы строите моделей, обсуждаете разные возможности построения моделей, и как часто вы интерпретируете результат. Да, и, конечно, очень часто когда я задаю такие вопросы, я слышу, что ой, мы это все делаем, коллеги, на самом деле это заблуждение, что мы это все делаем. На этом нужно обращать особое внимание, отдельное внимание, и, скажу честно вам, коллеги, попытайтесь смотреть, как часто вы просто решаете задачи, набиваете руку, а как часто у вас ребята строят модели сами, математические, основанные на реальных ситуациях, и как часто они потом должны этот результат свой интерпретировать. Это очень важное умение в наше время. В наше время уметь решать квадратное уравнение это такое сомнительное умение, этого просто мало, этого очень мало, а вот как его квадратичное уравнение создать, получить из реальной ситуации, а потом как решить его уравнение, и потом результат интерпретировать обратно в эту ситуацию реальную, вот это важно уметь наше время. Ну что, давайте про Пизы, чуть поговорили, математические процессы поговорили, поговорили, что там 6 на самом деле как бы уровней, да, достижения результата, и средний результат, в принципе, 500 баллов, и 2 трети учеников они между 400 и 600, 400-600, вот это 2 трети учеников от вам. Я вам сейчас приведу некоторые результаты, средние, если вы, может, не знаете, Эстония по математике в принципе после азиатских стран первая идет, правильно, у нас, у нас средний балл 523, 523, а ну там Сингапур, Китай, ну там разные, да, города эти китайские идут, там, в принципе, 4 или 5, Хонг-Конг, Макао, они там все впереди, ну, в принципе, это может сказать, как Китай, в принципе, да, правильно у нас, вот у них там 569, 558, 551, 551, вот у Японии 527, и у Кореи 526, а вот мы потом идем, получается, за ними 523 у нас, то есть, по идее, мы, ну, Европа точно, бесспорно, в этом смысле первая, если поговорить еще о некоторых странах, которые нас могли бы заинтересовать, или вас, то Финляндия 507, то есть, это ощутимо меньше, чем у нас, у нас 523, а у них 507, да, в Финляндии потихоньку падает результат, постоянно, на самом деле, что еще интересного, Германия 500, со своими традициями педагогики, сильными очень, что у нас еще интересного, Латвия 496, ну, в принципе, то же самое, можно сказать, что это, как и Германия, решили на 24-м месте, если вам это интересно, что тут еще интересного у нас, Россия, наверное, будет интересна нам, средний балл 488, и это 30-е место среди стран, да, тут, конечно, ну, если делать анализ России отдельно, там, поверьте мне, Москва, это будет один результат, в этом смысле тоже, и остальные регионы, они очень отличаются, насколько я знаю, дальше, что у нас еще, естественно, здесь, Белоруссия есть здесь, Белоруссия 472, и это 38-е место, Украина есть, Украина результат средний 453, и это 43-е место, вот, что тут еще есть, вот у меня, по-моему, здесь нету Казахстана, кстати, что-то я не вижу, Казахстан, может, не делал даже, может, Казахстан, ничего не кирсидан, еще, Кипр, Греция, Украина, Турция, Израиль, Хорватия, Малька, Америка 37-я, 478, Литва 35-я, 481, Казахстана не вижу, вообще, да, ну, вот, такое вот у нас распределение, конечно же, на самом деле, вот и Россия, и Украина, и Беларусь, они, конечно, получаются все меньше 500 баллов, и это означает, что, на самом деле, ну, Россия говорит, что, про Россию написано, что ее средний балл от среднего, там, ОССРД, не сильно отличается, а вот у Беларуси, и Украины, это статистическая, статистическая большая разница, то есть, она важна, да, по-русски, даже сказать, от среднего, по ОССРД, так что, на самом деле, да, этот результат, все-таки, как у Беларуси, так и у Украины, он достаточно низкий, все-таки, этот вопрос важен, на самом деле, потому что, очень многие задают вопрос, как так получается, что, мы долгое время жили, как бы, в одной, в одной стране, а получилось, что, таки, в Эстонии, это какая-то, как сказать, даже, это, культура преподавания математики, или что, она какая-то, какая-то, то ли особенная, то ли другая, потому что, результаты совсем другие, ну, Эстония, вообще, на самом деле, страна особенная, скрочистка вам, я много по миру, езжу, и замечаю, что здесь и правда, что-то особенное есть, в менталитете есть, что-то особенное, построение общества, построение школьной системы, тут много чего особенного, вы найдете, на что, на первый взгляд, может быть, даже не обратишь внимания, и про нас же шутили уже, и в Советском Союзе, что мы были единственной союзной республикой, где выполняли кремлевские, или московские, да, указы, с немецкой точностью, может быть, вот мы пожинаем в этом каком-то смысле сейчас плоды, я думаю, своей исполнительности, хотя, с другой стороны, конечно, этого мало, исполнительность, это всегда хорошо, в каком-то смысле, но нельзя забывать, на самом деле, что во время Советского Союза эстонские школы, там было преподавание математики, и организация чуть-чуть другая, вы можете сейчас, конечно, комментировать, какая у вас была, но скажем честно, эстонские школы, у нас до сих пор же есть эстонские школы, где язык обучения эстонский, и эстонские школы, где язык обучения русский, ну так вот, в эстонских школах, в которых язык обучения был эстонский, у них была система совсем другая преподавания математики, чем в русскоязычных школах, в эстонских школах, например, был предмет математика, а не как в русскоязычных школах алгебра и геометрия отдельно, вот теперь коллеги можете написать, вы тоже можете написать, как у вас было, у вас отдельно, или все-таки, так же, как в Эстонии, был просто предмет математика, вот, у нас не было там учебника алгебры, отдельно учебника учебника по геометрии отдельно у нас была просто математика так что пишите на коллеги если у вас идеи возникают вопросы но это наверное может быть даже не то самое важное это в союзе была достаточно распространенная практика что отдельно были предметы ну вот кроме этого что очень важно заметить сейчас на ю-тубе тоже дождемся на ю-тубе немножко задержка да там уже начнут комментарии приходить обнови на фейсбуке что-нибудь есть хотя вроде бы извещения не было не приходило на дому беларуси тоже было отдельно я думаю на ю-тубе привет передаю друзья я вижу что заходите пишите всем привет нет пока отдельно да вот теперь на ю-тубе пошли комментарии отдельно украина всегда алгебра и геометрия последние годы математика но всего три часа в неделю про три часа в неделю тоже интересно мой хороший коллега стартовского университета я попросил его прислать слайды точнее мой коллега я попросил коллегу который попросил коллегу и там там один вопрос был что может сделать школа для того ну в плане организации при плане математики чтобы хорошие результаты были в пизе да скажем так вот он тебе запрос отправляет ну ладно вот вы написали там про три часа да в неделю это это явно мало и и оптимальное вот я смотрю со слайдов коллеги стартовского университета это 5-6 часов в неделю математики оптимально то есть действительно тоже не будет толку то есть 5-6 это оптимальное количество часов и и и и что еще говорят это просто пизда же собирать данные про учеников про учителей там про дом что что в дом там там и как связано между собой как связано между собой и самое интересное что вот первое что вы можно вынести что 5-6 часов в неделю математики это оптимально и это хорошо влияет на результат а второе что говорят про школу сели говорить что вовлечение в учебный процесс и в школьную деятельность коллектив если говорить на и языке с с бт то есть драме еще теоры как она теория самоподеления до тем самодетерминации там же есть три типа кто курс как мотивировать ученика у меня проходил ты знает. Точно знает. И уже внедряет. И там есть три базовых психологических потребности, коллеги. Эти три базовых психологических потребности – это архиважно. Архиважно в школе с учениками, дома с мужем – это архиважные вещи. Скажу честно вам. Ну так ладно. Так вот, это одна из базовых психологических потребностей – это SEO-то звание. Как по-русски это? Ну, потребность взаимосвязи с коллективом, с другими, с учителем, с одноклассниками. То есть, чувствовать себя частью этого вот такого сообщества. Вот. Важно это сообщество создавать, поддерживать, коллектив, вот эта культура, да, общение между собой, нормального общения, как говорится такое, а не то, что «Ай, вы самый плохой класс, я хуже еще не видел», «А нет, был девятом Б в прошлом году», да, и так далее. Такие шутки можно, да. Можно, можно запускать такие шутки, да. Точнее, наоборот, не можно, в смысле они есть, но не можно. Сейчас, солнышко, одну секунду. У нас сейчас в Эстонии в гимназии два курса – широкий курс по математике и узкий курс. Есть у министерства такой запрос, чтобы учителя математики и математическое сообщество согласились, что не нужно отдельно широкой математики и узкой математики, чтобы был бы какой-то общий один курс. И тогда, если кому нужно, школа сама бы преподавала больше. Скажем честно, мы все, кто занимается математикой, против этого. Мы реально считаем, что узкий курс математики и широкий курс математики должны быть именно для того, что дети у нас разные. Каждому нужно давать именно то, что ему подходит. Самая главная ошибка, что у нас сейчас делается в Эстонии – это то, что у нас широкий курс по математике, а узкий – это просто какая-то его часть, да. Это у нас множество, а другое у нас получается подмножество этого первого множества. Вот это, конечно, большая ошибка. Дидактики в Сталине и витах художник считают, что есть широкая математика, она такая, может быть, более академическая математика, но и есть узкая математика, и у них совершенно разные философии. Совершенно разные философии у них. И не может быть такого, что узкая математика просто подможество широкое. Нет, это вот и есть узкая математика, она совсем другая. Это что говорит про гимназию. Про гимназию вы более-менее поняли, да? В принципе, 5 часов математики в неделю для широкого курса обычно и 10-11-12 классов. А этому предшествует 9 классов, получается. И эти 9 классов основной школы, они разбиты на 3 ступеней. 1 ступень, 1 и 3 класс, 2 ступень, 4, 5, 6 класс и 3 ступень, 7, 8, 9. Так вот, у нас результаты, учебные результаты расписаны на самом деле по ступеням, а не по классам. Это дает очень большую свободу, в принципе, ученикам. И учителям. Учителям, в принципе. Да, и школе. И каждая школа, в принципе, свою учебную программу пишет и может свободно поставить, что сначала дети изучают процент, потом обыкновенные дроби и после этого только десятичные дроби. Правильно? Понимаете, да? И, наверное, проценты начнут изучать в пятом классе. Обыкновенные дроби тоже в конце пятого, начале шестого. А десятичные дроби в конце шестого, например. Никто, на самом деле, не запрещает нам, нашим учителям так делать. В принципе, считается, что в Эстонии у учителя и у школы в целом достаточно много автономии. И говорят, что это тоже, говорится, секретный секрет. Никому нельзя говорить. А если мы снова используем автономию, мы приходим опять к одному и тому же. Три базовых психологические потребности. Помните? Я говорю, нет никакой волшебной таблетки. На самом деле, это self-determination theory. Она стара уже, 20 лет ей, в принципе, можно сказать. Так что, наверное, если вас интересует, почему так у нас получилось, то это, наверное, один из ответов, это есть, что автономия и свобода у учителя. Понимаете, если директор свободен, если его базовые психологические потребности соблюдены, правильно, так сказать? Удовлетворены. Удовлетворены, правильно. Удовлетворены. То он автоматически переносит эту модель на общение со своими коллегами, с учителями, правильно? И тогда базовые потребности учителей психологические уютворены. Удовлетворены. Удовлетворены. Вы не подумайте. На самом деле, я хорошо говорю по-русски. Но не сегодня. Вместе просто на слово, да? Я вообще белый и пушистый, но сегодня болею. Ну вот. Так что, и потом эти же учителя, чьи базовые психологические потребности ультворены, идут в класс. И они ультворяют базовые психологические потребности учеников. Я думаю, это очень важно. И вот этому нам, у нас очень многому посвящается время в университете, если мы хотим сказать. У нас вот эта тема, базовые психологические потребности, она проходит очень серьезно в рамках разных предметов. И мы пытаемся моделировать это своими студентами, а не просто говорить про базовые психологические потребности на слайдах, да? Нет. И поговорить еще об этом, и тут же сказать, делать как я, меня не перебивать. Я не знаю, забыл в листочек твоя проблема, и вообще ты опоздал, выйди вон из класса, из кабинета. Так что, наверное, самое важное, что у нас есть очень хорошие документы, которые говорят, что как должно обучение в школе выглядеть. Но, наверное, самое хорошее в том, что это не просто документ, а мы реально пытаемся моделировать это. И мы моделируем своими студентами, студенты моделируют со своими учениками. То есть это не просто документы, мы реально пытаемся. Не всегда так легко, конечно, это, но... Это вообще совсем... Видите, студентка подтверждает, что очень много времени этому отводится. Это вы, Ксения, еще дадите до Греты Ара, наверное, и Катя Аус, психологи наши великие. Мне нравится очень. Да, да, да. Вы еще получите еще больше мощного этого. И там вы увидите, опять-таки, это в действии. Вот тоже, что очень важно. Важно увидеть, каково это. Потому что одно дело сказать, что, например, наши учителя, они имеют свободу. Но возникает вопрос, что это за свобода? Как это вы вот эту вот свободу делаете? А реализуется она просто в каких-то мелочах, в элементарном доверии. И, кстати, по-моему, финны говорят о том, что если вы хотите классных учителей в свою школу, просто доверяйте им. Этого уже достаточно, чтобы в вашу школу приходили классные учителя. А если у нас говорится, что, да, свобода, но будьте добры проводить все по расписанию, выбирать только этот метод. И если я скажу, что домашних работ должно быть или домашних работ не должно быть, я не знаю, скажу, как директор, как министр образования, как президент страны и все что угодно. Вот скажу, что учителя должны делать так и никак иначе. Но о какой свободе мы тогда можем в этом случае говорить? О какой свободе учителя мы можем в этом случае говорить? Получается, учителю доверия нет, ему кто-то должен все время сказать, что он должен делать. Вот такие мелочи, вот такие мелочи, а я больше чем уверена, что наверняка в каждой стране в документах прописано, что у учителя есть свобода. Только реализуется она в каждой стране по-своему, по-разному. Потому что люди, которые, скажем так, стоят над учителем, они тоже должны для себя понимать, что это такое свобода учителя и как ему можно доверять. Увы, увы, но верхушка зачастую, не важно, это верхушка школы или там еще выше, берите, это орган такой контролирующий. Им очень хочется узнать, насколько свободен был учитель. Понимаете, дайте мне отчет, где вы свою свободу проявили. Я хочу вот видеть по пунктам. Ой. И опять-таки все, все оно, вся эта прекрасная идея разлетелась с тартарары. Хотя можно на бумаге прописать все, что угодно. Она у нас, как известно, стерпит. Ну что? Так. У нас уже что-то появилось? Доверие. Доверие. Автономность. В некоторых странах есть коллеги даже такое, что директор даже не знает, кого ему пришлют на 1 сентября на урок. То есть есть какая-то центральная, я не буду странно называть сейчас, есть центральная какая-то система и она направляет. Вот в эту школу нужен учитель. Жут пошел. То есть это даже не учитель, не директор сам решает, не он коллектив собирает, не он строит команду. Он даже не видит этого человека, кого ему присылают. Представляете? Да. Так что да. Ну что, давайте дальше пойдем. Мне понравилось тут сказать, что возьмут на цитату «доверяйте учителям». На мой взгляд это даже не цитата, это уже прописная истина. Ну как иначе? А, доверяйте учителям? Да, доверяйте учителям. А мы должны доверять ученикам, мы должны доверять им, ничего не поделаешь. Да. А директор должен тоже доверять учителям. Доверять учителю. Общество должно в целом доверять учителям. Потому что так подумать, учитель, это же, это учитель с большой буквы «О». Это же образованный человек, который знает предмет, знает методику, знает все нюансы, связанные с развитием ученика, который в состоянии помочь ему развить, вот его взять с точки А и перевести в точку Б. Учителю необходимо доверять. Ну что, коллеги, я думаю, самый большой секрет, наверное, мы уже рассказали вам, то есть сама культура преподавания математики у нас отличалась. Саня, как вы поняли, да? Как вы поняли, у нас, вот это я не досказал почему-то, у нас в основной школе тогда еще, еще в советское время, были свои учебники. То есть не переводные с русского на эстонский, а у нас были свои авторы и свои учебники. Это тоже, что касается культуры преподавания математики, у нас люди последние, кажется, сто лет этим серьезно занимались. И в Таркском университете, и в Таллинском университете. То есть у нас были такие светила, которые были локомотивами такой методики преподавания математики в школе. У нас были. И у нас есть в Эстонии дни учителей математики ежегодные, не знаю, в этом году были 39-е уже, что ли. То есть у нас много, у нас много таких хороших, как сказать, традиций, методик преподавания математики. Так что это очень важный момент, что у нас были эти учебники математики, у нас были не переводные с русского, а своими эстонскими авторами написанными. И, кстати, когда-то, по-моему, даже в 85-м году или когда-то было, не помню, учебник 5-го класса, по-моему, в Москве на конкурсе выиграл первое место. И, кстати, он переведен, не знаю, чуть ли на 20 языков. По-моему, даже на грузинский его переводили, по-моему, после этого последнего, что я помню, что его перевели на грузинский тоже. Так что вот так. Кстати, сказать, что все плохо. Все очень хорошо, что вы написали об этом. Да, не хватает гаверия, но очень много желающих проконтролировать и сказать, что все плохо. Вот это все плохо, это очень важное предложение, на самом деле. Этот ПИЗА последний выявил конкретно, а, сейчас прочитаю, то автор этого учебника. Вот этот, как его, Тельгма, Аксель Тельгма. Да, точно. Тельгма и Нурк. Вот. Тельгма на букву Т. И Нурк. Тельгма, Нурк. Вот автор учебника. Ну что, потом, если что, можете у Марину спросить. Это в Фейсбуке где-нибудь, мы вам скинем ссылку. Ну что, ладно. Так. Про, мы говорили, сейчас посмотрим, я забыл, извините. Ага, сказать, что все плохо. Шеф, все пропало, все пропало. Вот этого точно нельзя делать. Это нельзя делать ни со стороны учителя, по отношению к ученикам, ни со стороны администрации по отношению к учителям и так далее. Шеф, все пропало, все пропало. Это путь никуда. Да. И последний результат ПИЗа подтвердил, что есть, как сказать, уровень СИОС. Важная связь. Не звучит. Но дословный перевод. Да, я дословный перевод. Да, я дословный перевод. Ты мне скажи все предложение. Есть взаимосвязь между результатом ученика по математике в ПИЗа и его убеждениями по отношению к своей способностям. Если вы не читали статьи такого психолога Стэнфордского университета, как Кэрол Двэк, я настоятельно всем рекомендую. Лучше всего эту книгу прочитать вместе с Мариной. На самом деле. Потому что… Кстати, надо совместное чтение в Синеграме сделать. Да. Точно. Начинаем. Новую идею, да? Кэрол Двэк, она написала книгу «Гибкое мышление», да? Да. «Гибкое мышление». «Гибкое сознание». «Гибкое сознание». «Гибкое сознание». По-английски это «growth mindset», то есть установка непосознательно. Понимаете? Это как один человек просыпается утром, идет дождь, он говорит «У-у-у, дождь идет». Понимаете? А второй просыпается «О, дождь идет». Понимаете? Вот это какая у тебя установка? Вот эта установка «Шеф, все пропало, все пропало» – это катастрофа. Это путь никуда, поверьте мне. И вот возвращаюсь третий раз к тому, что этот тест ПИЗа последний показал, что наши ученики, они верят в себя. Они верят, что их способности можно развивать, вообще их можно развивать. Они верят, что если я постараюсь, то я осилю, сделаю шаг вперед. То есть у них есть установка на рост. Вот это означает, что у них гибкое мышление, да? Да, да. По-русски правильно будет. По крайней мере, в отношении обучения у них присутствует такая установка на рост. А, значит, то, как мы разговариваем с учениками, это очень важно. Какую обратную связь. Какую мы обратную связь говорим. На чем мы делаем акцент. Как может непарадоксально показаться, обратная связь «молодец» может иметь плохие последствия. Совсем другой результат. Так что обратную связь давать – это такое искусство, которое нужно, в принципе, с кем-то вместе. Просто нужно вместе его как бы апгрейд делать ему и расти. Но, как говорит образовательный психолог, наш хороший коллега Катяус, она говорит, что это можно развивать. То есть она сама тоже с установкой на рост. Она верит, что все это можно развивать. Все развиваемо. Так что, если ваши ученики верят, что все развиваемо, ну, хотя бы какой-то шаг сделать. Не все станут олимпийскими чемпионами, как вы понимаете, но я могу сделать шаг вперед. То есть я могу сам себя апгрейд сделать себе, левел ап сделать. То это влияет на результат. Сильно влияет на результат. А есть экзамен государственный по окончании школы? Да. У нас, Татьяна, есть государственный экзамен по математике в конце 12 класса. Так что, как считается подготовка? О, да. Мне кажется, с гимназией у нас дело чуть похуже, чем в основной школе. Конечно, очень многие фокусируются не на преподавании математики, а все-таки подготовке к государственным экзаменам математики. А вы сами понимаете, Татьяна, что это уже не преподавание математики. Это очень часто к математике вообще никакого отношения больше не имеет. Так что, да. И мы грешим этим. И поэтому методики, дидактики, как говорится, университетов, они против этого государственного экзамена, на самом деле, в таком виде, как он и есть. И государственный экзамен по математике у нас очень традиционный. И, скажем честно, с годами все легче, легче становится, мне кажется. Так что, я вообще не восторг от него. Хотя, были годы, когда я сам его составлял. Наверное, лет 4 назад, может было 4 назад. И там, наверное, было лет 5 подряд я создавал сам его тоже. Но сейчас, да, как бы. Сейчас бы я не смог его создать уже в таком виде, как от меня хотел бы, наверное, заказчик. Потому что, ну, это невозможно просто создавать эти типовые задачи, да? Наследование функции, там, кубической и так далее. Это больно аж думать об этом. Это не математика, это, ну… Да, он, как бы, обязательный в гимназии. Но, ты заканчиваешь школу, ты набираешь хотя бы 1 балл из 100. То есть, да, он обязательный, но многие на него, как бы, серьезно не относятся. То есть, некоторые студенты, ученики помнят, что он 2 части этого экзамена. Первую часть написал, вторую – ай, ладно, не пойду я. Но, все равно, 1 балл точно набрал, да? Ну, вот есть такие. Вот этот государственный экзамен в математике, он, на самом деле, больше сейчас портит, чем нам дает. Это, это, это тут без вопросов, как говорится. Ну, что, Ирина спрашивает у нас, что учебники Нурка и Тельгма были давно известны. Да, 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 5-6 класс они, вот это есть, вот, по-моему, 5 класс это было то, что вот выиграл на Союзе что-то. Ну, это, наверное, и так известно. А старшая школа, гимназия, свои авторы у нас, у нас свои авторы. У нас сейчас там, я оперирую тремя учебниками для гимназии. У нас есть коллеги Статусского университета, Лепманы, у нас, они, конечно, уже на пенсии. Но у нас есть коллеги, которые пишут, Керсти Калме, Аннелли Гонсон и один коллега еще их, это учителя математики. Они в школе, они действующие учителя, кстати, очень хорошие, кстати, веселые всегда, всегда в хорошем духе. Хохотушки. Да, даже если им премию не дали, причем не заслуженно, но они в хорошем духе. У них все хорошо. У них все хорошо все равно. Так что вы видите, это позитивное мышление такое, да? И есть еще коллега, мой танец, который написал учебники, в основном теория вероятности, мне нравятся у него. Но есть, есть, есть у нас, выборы есть все-таки. Сказать, честно, для такой маленькой страны выбор пока есть, но одно но. Как бы эти люди, они пишут учебники давно уже. Это не первый год. И теперь возникает вопрос, если в какой-то момент они все перестанут писать учебники, кто будет писать учебники? Ну, логично смотрит на нашу сторону, что мы, как тоже представитель Данинского университета, могли бы начать писать в свое время какие-то учебники. Ну, это такая работа, коллега, это такая работа. И самое прохождение, что у нас рынок такой маленький, что это будет просто миссионерский труд. Ну, это просто, ты свое время даже не окупишь, это затраченное. Так что давайте сейчас, мы пока еще молодые, энергичные, мы позанимаемся, пока у нас хорошие пенсионеры еще пишут очень хорошие учебники, мы пока занимаемся другими делами. А вот когда сами представим пенсионеры, будем писать книги. Ну, вот. Ну, что, что значит, где можно посмотреть учебники, используем у вас? О, кстати, система ОПИК, она, интересно, из других стран вообще доступна? Ну, так-то это открытые ресурсы. У нас есть, у нас сейчас государство, у издательств выкупило все права на учебники, по-моему, в основной школе, или гимназии тоже даже, даже не помню даже. И у нас есть система ОПИК, сейчас, когда даже, пункт, я знаю, там, ЕЕ, что ли? Ну, там, конечно, учебники. Ну, это, наверное, а там русский язык есть, как учиться? Я на Ютуб напишу, на Ютуб я могу эту ссылку поставить. ОПИК.EE. Ой. Да, на самом деле там, по-моему, все-таки, чтобы у тебя был, был все-таки пароль, ты в школе был, да. А, в школе надо подключиться. То есть, совсем из других стран не получить. Не подойти, не посмотреть. Да. Но, на самом деле, если вас интересуют учебные материалы по математике, я вам советую посмотреть такую вещь, Марин, скинь. Я сейчас, я не знаю даже, как это сделать лучше всего. Скинь не бывает. Это учебные материалы. Интерактивные учебные. Интерактивные учебные материалы. Вы, конечно, если будете использовать Google Chrome, он будет, там, Google Chrome и можно сделать, чтобы он автоматически переводил на ваш язык всю страницу. Кинь ссылку в Viber, я скопирую, поставлю ее на Ютуб. Вот те, кто смотрит на Ютубе, у вас сейчас ссылка будет активная, друзья. А вот те, кто смотрит в Инстаграм, для вас потом надо будет отдельно куда-то эту ссылку поставить. И в Инстаграме активную ссылку не поставишь никуда. Если только я на Facebook тогда напишу публикацию, сейчас мне тут юрист. Давай договоримся так, что Мария напишет публикацию на Facebook. Публикацию на Facebook, друзья, и там вы найдете. Я сейчас кину только на этот. А, ну хотя ладно. Окей. Мы тут с коллегами полтора года помучились и создали учебные электронные материалы для всех курсов математики для гимназии, то есть 10, 11, 12 класс. Это круто, скажу сейчас надо. Это огромный материал. Попала на Ютуб, кто смотрит на Ютубе. Кто не смотрит на Ютубе, то на Facebook посмотрите, хорошо? Да. Все, поехали дальше. Ну что. Так, на все вопросы мы тут ответили. А, угу. Много, большой выбор учебников и на урок берете фрагменты из разных. Совершенно верно. Я, я тоже считаю, что по одному просто невозможно преподавать. Мне кажется, настолько идеального учебника еще в мире нету. Просто нету. Если только это будет такой конструктор и учитель для себя сам этот учебник собирает отсюда, отсюда, отсюда. И вот он собрал свой собственный учебник на этот урок. Вот Ирина написала, что спасибо, открылась ссылка. Там, Ирина, если вы открыли эту ссылку, там как раз будет идти, если вы заметите, там будет идти, видите там, римскими цифрами, чуть пониже там, первый курсус, второй курсус, третий курсус. Вот у нас, у нас 14 обязательных курсов по 35 часов. Для гимназии. Для гимназии. Да. Для широкой математики. И первое это, если вы нажмете куда-нибудь там, там, вектор, например, да, функционер, если видите, латинский читайте, там, ну, в принципе, производная 10 курс, стереометрия, видите, 13 курс, интеграл, 11 курс. Если вы нажмете, у вас откроется. Да. И если переводчик работает, тогда вы поймете там отчет заданий. Открывайте Google Chrome, и он тогда будет открывать вас. И когда вы откроете, например, там, один из курсов, там пойдет содержание, там, например, 1, 1, 2, 1, 3, ну, тоже поймете, нажмете куда-нибудь, и тогда вы увидите, какие учебные материалы. Ну, они, конечно, на эстонском, на самом деле. Ну, может, какую-то идею методическую зато замените. Ну, ладно, давайте перейдем к ПИЗе. Да. Мы хотим говорить по ПИЗе, а говорим о всем угодно, только не ПИЗе. Ну, так вы поняли, установка наросток, гибкое мышление и сознание, да, Марина говорит? Да. Это тоже ключ к успеху. То есть, базовые психологические потребности, автономность, да, была одна? Да. А не контроль, свобода в этом смысле. Это очень важно. Это очень важная вещь. И вот это, это, да. Сеотузвайдус. Первая была потребность взаимосвязи. В взаимосвязи. В взаимосвязи. И третья была потребность в компетенции. Ну, это звучит некрасиво так. Ну, она имеет в виду, что ученик получает именно то, что ему по силам, да? Ну, чувствует себя компетентным. Честно говоря, все хотят чувствовать себя компетентными. И все мы можем оказаться в такой ситуации, где мы это не чувствуем, но с какой-то малейшей поддержкой в виде совершенно разных каких-то элементов, ты можешь вот это вот чувство постепенно приобретать. И когда ты его чувствуешь, что, безусловно, ты после этого начинаешь увлекаться в учебную работу. Ну, что, давайте, коллег, пойдем дальше. Что у нас еще по ПИЗа? Знаете, что еще интересно было? Что влияло на результат? Вот одно дело, это установка на рост, да, гибкое мышление. И второе, что я сегодня интересно заметил, это насколько много языков владеет ученик, сколькими языками владеет ученик или его родители. Так вот, получилось, что если ученик владеет только одним языком, то его средний балл это 472. Понимаете? Ага. Если он владеет двумя языками, то уже 530. Понимаете, какая взаимосвязь интересная? И так же влияло умение разговаривать на двух языках мамы и папы. Если мама говорит на одном языке только, на своем, например, одном только, да, то средний 492. Если мама разговаривает на двух языках, то средний балл у ученика по тесту был в математике 522. Это большая разница. Так что, как там коллеги у вас? Сколько языков мы знаем? И самое дело, если на трех языках, причем самое интересное, что если мама говорит на трех языках или папа, то средний балл 537 и 536. Ну видите, нет разницы мама и папа в этом смысле. 537 и 536. Это, конечно, круто. А если больше трех языков, то там уже 540. То есть там уже маленькая разница. Так что три языка знать круто. Больше на PISA не влияет. На PISA не влияет. Вот такой интересный результат я вам еще сегодня. Конечно, здесь, конечно, идей очень много. Тут можно делать эфиров очень много. Рассматривать. Очень много чего можно интересно рассказать. Давайте я вам еще что-то расскажу, что интересное. Какие параметры еще, скажем так, дома и родители влияют на результат. Как вы поняли, вот язык. Вот если мама и папа у вас разговаривают на двух языках, а лучше трех, то это, конечно, круто. Поэтому, конечно, все такие семьи, где папа филолог или папа филолог немецкого, а мама филолог английского. Это, конечно, круто. Это хорошо. Чем выше результат родителей, тем как бы это сильнее. И в лучшую сторону, в смысле, влияет на результат PISA. Есть ли дома библиотека, а не только журналы, да? Космополит. Космополит, да. Библиотека, соответствующее, хорошее место, где учиться. Там стол, стул, печатная машинка, да, как вы знаете. Вот. И вообще заинтересованность родителей в развитии своего ребенка. Это очень важно, да. Это не значит, что они сидят каждый вечер с шести или девяти и решают кратное уравнение вместе с папой, да. Просто родители должны проводить время с своими детьми. Это очень важно. А, Елена тут написала. Сколько языков я знаю, столько раз я и человек. А, ну. Я надеюсь, я с украинского правильно перевела. Ну, что еще? Да, тут еще тоже мой коллега выносит на слайде, смотрю у него, что это вера в себя, вера в свои способности. Это реально сильно влияет на это, да. Желание, вот если у ученика есть мотивация. Ну, мы не отрываем Америку, да. То есть мотивация получить хорошее образование и хорошее место работы в будущем. Это тоже влияет напрямую на результат в ПИЗе. Желание ребенка узнать что-то новое или понять то, что ты изучаешь до мелочей. То есть не просто как процедуру изучить математическое какое-то понятие, а вот суть понять. Вот если те ученики... Чем больше таких учеников, тем, естественно, лучше в том смысле, что... Ну, результат в общей в ПИЗе хороший, правильно. И очень часто сейчас спрашивают Эстонию, от чего... Какие еще могут быть факторы являть на то, что наши дети верят в свои способности, что они понимают, что если чуть-чуть напрячься, то результат будет... Он не оставит себя ждать. И профессионалы... Профессионалы говорят такое, что у нас в Эстонии очень сильно развита система кружков. Вот, то есть это, не знаю, как по-русски доп. образование? Или как это... Наверное, не кружки. Кружки, да, кружки просто. Куда дети ходят. Кружки по интересам. По интересам, да. Кто ходит на работику, кто ходит на гимнастику. Гимнастика тоже очень популярна, кстати, в Эстонии очень популярна гимнастика. Кто ходит на хоккей, на футбол, бокс, кто рисовать. А кто ходит на все кружки? Есть же такие семьи, где стиль жизни – это просто логистика с детьми. В понедельник один везет, во вторник другой. И каждый день какие-то кружки. Вот это тоже, говорят, что то, что у нас очень сильно развита система кружков, и очень многие кружки у нас то ли бесплатные, то ли по карману. Конечно, если очень дорогие тоже. Но, в принципе, не сказать, что бы недоступно было бы, То у нас дети на кружках, как бы им, у них как бы этот gross mindset, да, это гибкое мышление. Или вот эта установка на рост, она задается там. То есть… Понимание того, что если ты приложишь силы, то ты справишься. Вот оно именно на кружках у детей формируется. Они понимают, что если тренер, например, сейчас тебя немножко научит, ты попробуешь за ним повторить, и у тебя получится. У них вера в себя постепенно растет, и они этот опыт переносят и на учебу. И, соответственно, в учении у них вот эта вот установка на подсознании действует, и они понимают, что если приложить усилия, допустим, на физике, на географии, на литературе, то ты с этим справишься. Они этот опыт переносят. Елена пишет… Ой, Олеся пишет. Если родители принимают активное участие в развитии и образовании своих детей, успехи детей возрастают. Это вообще очень важно, когда дети чувствуют поддержку от своих родителей. Единственное, что у нас многие родители могут неверно воспринимать вот такую фразу, и они могут начать играть такую контролирующую функцию дома и требовать домашку. Я не знаю, что там еще. Руки помыл, поел, домашку сделал, спать вовремя. Это вряд ли можно отнести к пониманию… Я занимаюсь развитием своего ребенка и образованием своего ребенка. Это опять мы возвращаемся вот к той же самой функции, о которой мы говорили в самом начале. Либо я поддерживаю, либо я контролирую. Либо я даю свободу, передаю ответственность и создаю условия для того, чтобы человек в полной мере в этой свободе мог реализоваться. Либо все-таки я продолжаю контролировать, и вот задана математика русский. Вот ты давай покажи мне, как ты сделал, и пока не сделал, кашу не получишь. Давайте я вам еще кое-что интересное скажу. Я открыл результаты PISA 2018 и смотрю средний результат по Эстонии у мальчиков и средний результат по Эстонии у девочек. Как вы думаете, у кого лучше, у мальчиков 15-летний или у девочек? На самом деле мальчиков лучший результат. У мальчиков у нас 528 средний балл, у девочек 519. То есть ощутимая разница на самом деле, 9 баллов средняя разница. Так что это... Объяснение есть? Хоть я сейчас не помню на самом деле. Объяснение? Объяснение, да. Наверное все-таки объяснение в том смысле, что мальчики все-таки в математике, если задача нестандартная, они справляются лучше. Вот именно с нестандартными задачами справляются лучше. И помните, я говорил, что в PISA 6 уровней, да? 5 и еще один, да? 6 уровней. То есть 5-6 это вот это круто. Это реально круто. И вот у нас где-то 15 с чем-то процентов таких детей. И это проблема. На самом деле мы хотим, чтобы их было больше. У нас очень мало, которые, которые, получается, ниже среднего уровня. То есть это, получается, первый уровень, да, скажем вот. Таких у нас мало реально. Сейчас смотрю результат. У нас таких 10 процентов. А по OICD, я не знаю, как по-русски это OICD. Не знаю. Странный OICD. Я думаю, OICD все знают. Да. Там первый, то есть результат хуже второго уровня, то есть первый и нулевой тоже есть, хотя я не помню даже. смотрю. Скорее всего, кстати, да, наверное, есть даже, кстати. Первый уровень тоже с чего-то начинается. Будем говорить тогда, результат ниже второго уровня, где-то 24 процента в среднем по странам OICD, а у нас 10 процентов. Теперь вы понимаете, за счет чего у нас средний высокий? И это реально говорят, что у нас учителя очень хорошо умеют работать и очень много времени посвящают детям, которые в каком-то смысле, может быть, не такие как бы сильные в математике, хотя это неправильное предложение. Это совершенно неверно говорить, что есть дети, которые не способны к математике. Это совершенно ерунда какая-то. Ну, скажем, это традиционное предложение, да, скажем такое. По крайней мере все поймут, о чем речь. Да, вы понимаете. Такого нет понятия, что нет способных детей к математике, да. Это… Или не способны. Да. Есть, конечно, ревайдус специальный, да, там дискалькули, но это всем отдельная песня. Угу. Так вот. Вот что у нас секрет и секрет еще. Для нас каждый ученик важен. Мы, кстати, в Финляндии такой же подход, кстати. Да, да, точно так же. У нас тоже каждый ученик важен. И мы фокусируемся, чтобы каждый получил свой какой-то нормальный минимум. то есть мы пытаемся минимизировать потери, что у нас ученик, в принципе, совсем как бы брошен остается. И в математике совсем он не развивается. Вот. Каждый ученик важен у нас. И у нас учителя очень хорошо умеют работать с такими учениками. Очень хорошо умеют с такими учениками работать. И у нас благодаря этому очень мало отстающих, как говорится, да. Но, с другой стороны, да, не то, что этот процесс в том, что, видно, не очень много времени остается на то, чтобы какую-то часть с хорошим потенциалом учеников еще выше поднять. Вот это вот то, о чем сейчас мы с вами думаем. Как эту методику еще на уроке так поменять или что сделать, чтобы, да, каждый ученик остался важен, но вот эти, которые есть потенциал, чтобы они еще выше поднялись. Да, да, да. Вот это важно очень для нас. Да, да, важно не перегибать палку, не начать уделять внимание. Я вам скажу, я вам скажу, результаты я вижу. 17,7%, ну, почти, скажем, около 18% мальчиков, 18% мальчиков, у нас уровень 5-6. То есть это, это, то есть они очень сильные, они реально сильные. Да, да. То есть у нас каждый пятый мальчик, оба, в математике, в принципе, представляете, да. С девочками процент чуть меньше, там 13,2%. Так что, ну, на то и на то и выходит, что где-то 15% у нас, как бы, в среднем, да, учеников в этом, в элитном клубе 5-6 уровня. Угу. Вот. Что еще вам рассказать интересного, результаты Эстонии? Естественно, всех интересует разница русских школ и эстонских школ. Эстонских школ русскоязычным языком обучения. В Эстонии. В Эстонии, точнее, да. Разница огромная, на самом деле, если честно вам сказать. В эстоноязычных школах средний балл 531, запомните, да, 531. В русскоязычных школах 5,02. То есть, в принципе, почти 30 баллов разница в средних значениях. То есть, это огромная разница. Но здесь есть и положительный момент. У меня результаты за 5 последних PISA тестов. В PISA 2006 эта разница была в 40 баллов. Потом она упала до 38, потом до 31. И вот тут 2 последние PISA 29. То есть, как бы, сейчас за последние 6 лет он остался на одном уровне. То есть, вот так и есть 29 эта разница. Так что, это огромная проблема для нас. И, конечно, это несправедливость. Нужно, конечно, с ней работать. Но что за этими баллами стоит? Если начать смотреть опять эти уровни, да, помните, самый высокий 5-6 и самый низкий. Это меньше второго, да. Так вот, именно в этом есть проблема. Скажем так, средний, средний, скажем так, есть там очень хорошие результаты, да. И есть, как бы, очень плохие результаты. И еще куча, говорится, учеников со средним результатом, да, скажем так называемым. Это уровень 2, 3, 4. Так вот, если смотреть в уровень 2, 3 и 4, то совершенно одинаковые проценты, можно сказать. То есть, 74% русскоязычных школ, они уровень 2, 3, 4, то есть, средний уровень. И 74, ну, скажем так, почти 75, ну, в принципе, 74% эстоносредственных детей там же. То есть, это прослойка, она одинаковая. Она одинаковая в русских школах, в эстонских школах. Это количество детей, которое вот тут, оно одно и то же. То есть, средний ученик русской школы, скажем, русскоязычной школы, да, и средний ученик эстоносредственной школы, они есть средние. Их количество одинаковое по процентам, в этом смысле нет разницы. Но разница именно вот этих двух других крайностей. Этих очень сильных, помните сколько было, да, в эстонских школах в среднем 17%, а в русских 9%. То есть, вот здесь процент, вот из-за чего средний начинает падать. А этот самый, кажется, плохой результат, да, уровень ниже второго. В эстонских школах их всего лишь 8%, 8%, а в русскоязычных 16,8%, то есть, в два раза больше. Вот, и вот отсюда, в принципе, получается в среднем ученики одинаковые, а вот эти крайности как бы. Вот в русских школах, в русскоязычных школах Эстонии, вот этих детей, которые ниже второго уровня, их намного больше. И вот с ними надо вот работать, чтобы вот они не оставались там в таком количестве. Понимаете мою логику? Интересно. Вот, вот, что я вам рассказал. Ну, что еще? Наверно... А, еще, наверное, будет интересно узнать, как же по городам Эстонии. Ну, вы все знаете, что у нас два огромные города. Это Таллин и Тарту. Ну, есть еще Нарва, большой город. В Таллине результат 538 баллов средний, большой. В Тарту 535, тоже большой. Но нельзя сказать, что у нас хорошие результаты только в больших городах. Скажем честно, у нас есть такое, как это сказать, область или как это сказать, по-русски даже не знаю. Маконды. По-моему, так на русский переводят Маконды у нас. Ну, вот, область Маконды, да. Лайнама, ну, скажем честно, там средний балл 549. То есть, скажем так, в местечке, ну, скажем так, не в столице, результат даже лучше. Посерединке где-то. Сааре-Макон, то есть, это остров у нас Сааре-Макон. Самый большой остров в Эстонии. Огромный. Там тоже средний балл 547. То есть, для того, чтобы получить хорошее образование, не надо в Тарту жить. И не надо в Тарту жить. Можно жить на Западе. Да. Лайнама. Да. Это запад страны. Или, наверное, на острове. Да. Ну, и в принципе, район, который вокруг, во северной, скажем так, Хариума, да. Там тоже средний балл 534. То есть, в принципе, это означает, что, ну, не обязательно жить в большом городе, чтобы иметь хороший результат. Спокойно можно на острове где-то жить. В нашем Сааре. И тоже будет результат. Вот, может, даже еще лучше, да. Да, и нельзя сказать, что между большими городскими школами и маленькими деревенскими школами, так назовем, да, их большой результат. Тоже 527-517. То есть, ну, тут ничего такого огромного, прямо, ну, разницы нету. То есть спокойно можно учиться математике у нас в деревне. Не переживайте, в принципе. Ну, в этом, по крайней мере, до девятого класса СЛС верит ПИЗа. Ну, вот такие некоторые результаты я вам привел интересные. Тут, конечно, у этой ПИЗа результатов еще уйма много. Много всего интересного можно выведать, но уже время-то уже полтора часа мы с вами говорим. Да. Но единственное, что я, наверное, хотел вам сказать все-таки, что работа с учителями, мне кажется, у нас уже анекдот в Эстонии. Эстонский учитель, это самый обучающийся учитель в мире. Он жадный до курсов разных. У него одни курсы закончились, вот, оп, записался уже на вторые. Так что, поэтому, потому что, поэтому, и у нас курсы, тут лет 10 назад как раз, или чуть больше даже, у нас были курсы, где методики университетские ездили по всем городам, Эстонии, местечкам и проводили курсы для учителей математики. И это не подготовка к ЕГЭ, да, была, не подготовка к ПИЗе, а именно, как сделать процесс обучения математики осмысленным. Вот это проблемное обучение, да, это исследовательское обучение, вот эту философию, что дети сами изучают математику, они действуют, они повторяют за учителем, понимаете, это вот это, это очень важно. И это было, насколько я помню, я сама разговаривала с этими дидактиками, это вообще-то было для них самый настоящий челлендж, это было очень тяжело, потому что учителям это давалось совсем, совсем непросто. Учителя привыкли работать, ну, как, давать урок, давать учебник, то, что предлагают на тот момент дидактики, они исходили, конечно же, с точки зрения выстраивания такого учебного пути. В обучении математики ребенка и учителям это давалось очень сложно. Но вполне возможно, что это вот сейчас и дает как раз-таки свои плоды. Многие, два человека хороших спрашивают про, как же в русских школах, что сделать же, что должны изменить русские учителя, понимаете? Вот, мы с вами уже общаемся полтора часа. Помните, мы говорили про автономию, про базовые психологические потребности, про growth mindset, да, как по-русски это было гибкое мышление, сознание. Скажу честно, это моя спекуляция сейчас. Но мой опыт говорит, что во многих русских школах быт устроен по-другому, чем в эстонских школах. Это не говорит, что все эстонские школы, у нас прямо все тут автономы такие, прямо всем везде доверяют. Ну, нет, ну, это же понятное дело, что… А руководитель женок заезд, правильно? Ну, разные руководители, если в эстонских школах плакать хочется иногда от руководителей, заставляют на каникулах в 9 утра приходить и отмечаться в журнальчике. Что ты пришел на работу и потом проверять, когда он ушел еще. И на всякий случай, там, скажем, рабочий день заканчивается в 16 на ноль, и заучили, и директор. А, пожалуйста, ну, скажем, там, Евгения Алексеевна, подойдите в кабинет директора в 15-55. Да, да, да. 5 минут до конца рабочего дня. А Евгения Алексеевна вот только-только шубу натянула и уже в коридоре стояла. И опять раздеваясь идет. Понимаете, ну… Зато… Зато мы… У нас тоже такого хватает школы. Не подумайте. Мы поддерживаем учителя, он у нас вообще-то свободен. Просто на работе должен быть свое рабочее время, на каникулах. Он за это деньги получает. У нас, как я сказал, не все так радужно, как может показаться, да. Всяких случаев хватает, всяких директоров хватает, всяких заучей, всяких родителей хватает. Как вы понимаете, тоже больная тема в любом случае сейчас. Ну, всего хватает. Мы же не в раю живем тут, правильно все-таки. Не все так просто. Ну, у нас, по крайней мере, вектор задан и многие двигаются в направлении этого вектора. И в русской школах, в русскоязычной школах, точнее, ну, есть чуть-чуть по-другому этот быт устроен. Ну, он реально по-другому. В силу каких-то исторических событий и вот таких, ну, просто какой-то вот, ну, такой вот быт у них сложился, он есть чуть-чуть другой. Хотя я точно знаю, есть очень классные школы, русскоязычные, и в Таллине тоже в том числе. Я не буду рекламировать сейчас ни одну школу, не буду называть имена. Ну, есть, куда бы я даже своего ребенка отдал бы. Ну, вот наши дети ходят, вот, да, не в русскую школу. Да. Ну, если взвернуться к этому вопросу Кольге, то я думаю, все начинается с того, что руководитель предоставляет достаточно свободы учителю, учитель предоставляет достаточно свободы ученикам, сформированы определенные доверительные отношения как между учителями, как между учителем администрации, так и между учителем и учениками, так и учеников между собой. Это такой долгий процесс выстраивания доверительной культуры, который дает достаточно сильный эффект. Я что-то не то говорю, ты так смотришь, у меня как будто бы, я знаешь, что-то сморозило. И, исходя из того, что ты сказал про учеников, ну, скажем так, сильных и не совсем сильных, то, наверное, может быть, тогда в русских школах нужно делать, продумывать, каким образом поддержать тех учеников, которые вываливаются у нас из учебного процесса, чтобы их потихонечку стягивать. Конечно, не их 17%. Ребята, почти каждый пятый ученик вывалится из процесса. Тот, кто вываливается, потом это то, как его втянуть постепенно назад. Для того, чтобы, конечно же, от слова «математика» их тоже не подташнивало ни в коем случае. Ну, вот быть руководителем – это искусство. Как и быть учителем – это искусство. Это просто стать руководителем школы – это ни о чем, как говорится. И потом мы получаем на каникулах журнальчики, вот тут как Елена написала, да? Это издевательство на учителем. Это нужно истреблять просто. Я не знаю, это такие практики… Журнальчики? Да, такие журнальчики нужно истреблять просто. Ну, невозможно на самом деле. Ну, вот, вот, да. Тут спрашивают про на самом деле желание учиться. Должна у самого учителя быть. Вот с этими я согласен 100%. Это, наверное, самое важное. Как может научить учитель чему-то другому, если сам он не учится ничему? Учиться. Учиться. Еще раз учиться. Как завещал. Нет, не буду. Из этого. Вопрос был про курсы для учителей. Сейчас система чуть хуже стала. Система стала хуже. У нас для учителей, в принципе, курсы бесплатные. В принципе, сейчас очень много курсов делают университеты. И деньги идут напрямую сразу к ним, не через школы. И я считаю, что это неправильно. Раньше у каждой школы был свой фонд для того, чтобы обучать учителей. Сейчас этот фонд, по-моему, в принципе, отобрали у школ. И это большая проблема. И мы боремся с этим, чтобы это вернули обратно на самом деле. Потому что каждый директор и учитель сам нужно распоряжаться своей суммой на обучение. Правильно? Вот в этом смысле у нас автономия сейчас чуть-чуть пострадала. Видите? Не все у нас в безоблачном королевстве нашим маленьком. Так что вот так, да. Так что обычный учитель у нас... У нас курсы обычно бесплатные. Да. У нас платные у нас тоже есть. Но бесплатных тоже очень много. Да. Ну что, и был вопрос здесь давно-давно про университет. Давайте вкратце расскажем. Про методику, да. Сейчас у нас программа подготовки учителей, она трехлетняя. Почему? Потому что у нас большинство студентов, магистрантов, они уже учителя действующие. У нас сейчас на третьем курсе студенты такие, что только одна девушка дома с ребенком и не работает в школе. Понимаете? Все остальные уже работают в школах. На самом деле это классно. Потому что вести методику с такими студентами это наслаждение. Потому что они задают реальные вопросы. Им реально это интересно. Они реально на лекциях просто с утра до вечера работают. Не мечтают, ну когда будем закончить уже. А давайте сделаем перерыв. Нет таких вопросов. Нет таких вопросов. Работаем, изучаем. И наши лекции по методике, которые я веду вместе с Мариной вдвоем мы ведем, они такие, что мы там действуем, а не лекцию читаем. Понимаете? Например, если у нас была тема процента. Тема процента. Я им написал на марсе задания так называемое. Подумай, что такое процент для тебя. Как бы ты объяснил, что такое один процент ребенку? И как бы ты решил вот эти три или четыре типовые задачи? Вот подумайте просто. Приходят на лекцию, в группах садятся, обсуждают и мне представляют. Для нас один процент это вот это. Вот эту тему мы бы объяснили ребенку, и это мы бы объяснили ребенку вот так. А эти задачи мы решили бы вот так. Потом вторая группа, третья, четвертая, пятая. Так они все представляют свои результаты. А потом, например, берем учебники. Шестой класс – один учебник, шестой класс – другого издательства, седьмой класс – одного издательства, второго. Это мы, по-моему, рассматривали пять учебников. И я вам попросил, а вот посмотрите, как в этих учебниках представляется, что такое один процент. Друзья, они были в шоке. Потому что там было пять учебников и, по-моему, четыре подхода. И, коллеги, это реально разное определение. Разное определение. Учебник говорит, что один процент – это равно одной десятой высоты. Понимаете? То есть это просто одна сотая. Это рациональное число. Второй говорит, что… Ой, даже не знаю, как по-русски я говорю, что один процент – это… Как сказать это? Извините. Вот я не знаю, что это. Я не знаю, как по-русски сказать это. Озамер. Это как бы… Часть… Да. Ну вот, да. Математический словарь. Да. Такого слова по-русски даже не знаю, извините, коллеги. Ну ладно, не трать время. А третий учебник говорит, что это просто вот эта часть, вот один процент – это вот эта часть пирога. Вот это вот и есть, вот это вот, соответствует одной сотой. Вот это есть один процент. Понимаете? Это насколько разные подходы в учебниках. И я представляю, молодой специалист берет пять учебников и видит пять разных вариантов. И думает, что же правильно-то, да. На самом деле, тут даже есть… К сожалению, есть правильное и неправильное, можно даже сказать. Можно даже сказать, что есть правильное и неправильное в этом вопросе. Вот мы с студентами разбираемся, мы просматриваем все эти учебники, всю эту методику, смотрим, как учебники советуют решать там задачи на процентах, например, как найти 30 процентов от 50, да. Потом каждый вспоминает еще свой школьный опыт. Потом говорит каждый, как он на самом деле сейчас делает, да. И это, конечно, бесценно. Они говорят, что это просто бесценно. Ну, где такую информацию, да. А там же у меня статьи научные, там, наверное, пять значений разных процентов. И так далее, и так далее, и так далее. И еще, что мы делаем на лекциях. Всегда ученики, студенты задают вопрос, а как мне преподавать? Например, как я студентам объясню, что формула площадь треугольника вот такая? Или как я объясню своим ученикам, что одна вторая плюс одна третья нельзя складывать отдельно, а одна вторая умножить на одну третью можно умножать отдельно? Числите знаменатель, понимаете? Задают ученики же вопросы. А почему вот так? А там так было, а тут так теперь, да. Задают же вопросы. И вот это мы, и для того, чтобы эти методики студентам показать, мы реально с Марией готовым учебные материалы, и реально даем эти учебные материалы детям, студентам, и студенты в роли детей прорешивают это все. То есть они спокойно, так тихонько, степ-бай-степ, да, так прорешивают эти здания и понимают, а-а-а, ух ты, даже я понял, почему площадь треугольника такая, да? В общем, ага, эффектов много, конечно, у них. То есть мы, в принципе, их и учим еще создавать такие учебные материалы. Что касается именно методики, да, а так у нас, в принципе, в этом году, видите, я веду методику веду с образательным технологом. Хотя Марина говорит, что она не образательный технолог, она… Педагогический консультант. Да, ну хотя консультант, консультант, конечно, как матершина на слово какое-то, да? Ну почему? Но она реально не образательный технолог. Она, в этом смысле, намного круче уже, на самом деле. Она не только технологию, да, соединяет с предметом, но и многое другое способно помочь. Так вот, эта методика, а в этом году даже, первые два месяца, образовательный психолог был у нас на лекции по методике. Вот тот самый человек, который читает им общие предметы, да, по психологии, по общей дидактике, она была у нас на лекциях, и это нереально эффективно. Представляете, в принципе, у наших студентов было в этом году три преподавателя одновременно. Дидактик, образовательный технолог, там, и просто уже мощный консультант, педагогический дизайнер, и образовательный психолог. Это, конечно, это было мощно, потому что те комментарии, которые дает именно в нужный момент этот образовательный психолог, это тоже очень круто. Это очень ценно. Потому что студенты спрашивают, а почему так? А, ну, объясняют, потому что рабочая память вот так сейчас работает у вас. Да. Или вот, и говорят, что, а, вот это и есть вот это одна из психологических потребностей, да, базовых. Так что это круто, конечно. Конечно. Или студенты говорят о том, что вот ученики, я им объясняю, они опять, а повторите еще раз, а я не понял. И ты возмущаешься, потому что, ну, я же уже три раза сказала, ну, слушайте меня, пожалуйста. И тут нам психолог объясняет, почему так происходит. На самом деле они не издеваются над учителем. Но если все единицы рабочей памяти в данный момент заняты, но они правда не слышат учителя и просят повторить. То есть это работа мозга, а не работа по желанию ученика, чтобы вот учителя подражнить сейчас здесь на уроке. И эти важные моменты тоже нужно учитывать, чтобы подумать, каким образом эту рабочую память ученика разгрузить. Или, по крайней мере, выяснить, чем же он сейчас загружен. Но если, например, он на уроке математики боится, что его вызовут в доске, это все, это один слот, одна вот эта единица рабочей памяти уже занята у него. Все. Он уже сидит и вот только стрессует из-за этого. Если у него еще, например, дома какие-то проблемы, или он с другом поругался, еще у него заняты. И вот таким образом память рабочая и заполняется. А так у нас мы сейчас преподаем с Мариной предмет методика преподавания в основной школе. В следующем семестре у них будет методика преподавания в гимназии. Это будет мой коллега вести. А в прошлом году у них был предмет цифровые инструменты в преподавании в математике. Которую мы были тоже с Мариной вместе. И до этого предметом у них была математика-дидактика. Дидактика-математика. То есть, в принципе, в этом смысле у них два года идет постоянная работа. Дидактика. То есть, в этом смысле им круто. Да. Два года они получают бесперерывно вот эту методику-дидактику. Да. Это круто на самом деле. И практика. Практика постоянная. Тоже у нас практики четыре штуки. Первые две практики они такие больше... Они смотрят. Но они... Эти практики длятся весь семестр. Они ходят в школу через неделю. И... А вот две последние практики это активные практики уже. Но те, кто работает в своих школах, делают активную практику в своей школе. Только просто берут еще какой-то класс. Да. Не свой на самом деле. А те, кто не работают в школе, ну, они идут в школу. Мы находим школу для практики, они там работают. Да. А первая практика у нас, которая такая, как сказать, в атлас практика. Наблюдение просто. Пассивная, пассивная нам можно сказать. Пассивная практика. Ну, да. Она, конечно, не такая пассивная. Но ты сам уроки не проводишь. Да. Ну, в принципе, можно элементы проводить вместе с учителем. Ты как помощник учителя на самом деле выступаешь. А. И первую практику все проходят не в своей школе. Даже если ты работаешь в школе, ты не в своей. И в этом году студенты сказали мне, что это нереально хороший опыт был. Это нереально хороший опыт был. Потому что все-таки ты идешь в другую школу, ты видишь других впечатлений. Методику посматриваешь. Вообще, это очень им понравилось. То есть, это идея, что хотя бы одна практика должна быть у тебя в другой школе. Это работает. Угу. Так, Надежда пишет. Замечательно. Большое спасибо. Мне было очень интересно. Я преподаю методику математики начальной школы. Коллега, значит. Спасибо. Спасибо. Это очень сложно. Спасибо. Я сказал бы. Ну, в том смысле, что методика. Методика, да? Да. Это очень сложно. Скажу честно, чем ниже, тем сложнее методика преподавания. Чтобы она была осмысленная. Чтобы это была просто не процедура или иногда, как сказать по-русски. Ну, то есть, выполнение просто каких-то процедур. Чтобы это было, чтобы результат был бы глубокий. То есть, изучение математики было осмысленное. И результат был глубокий, а не просто поверхностно. Ты знаешь, в четвертом классе изучают формулу площади. Периметр. Ну, периметр. Просто зазубриваешь формулу. П равно 2. Нужно А плюс Б. А что? А плюс Б. А если не А плюс Б, а С, Д – это все, что ли? Это, конечно… У нас есть материалы по этим темам тоже интересные достаточно. Все, друзья. Спасибо огромное. Юраш, помаши сюда в Инстаграм. Пожалуйста. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok